Так, всем добрый вечер. Меня зовут Широкий Владимир. Собственно, сегодня у нас, если не ошибаюсь, 9-ое должно быть занятие, но будет посвящено работке данных, соответственно, спектров и решению задач машинного обучения с их поздним. Я просто прощаю всех позднюю задержку. В принципе, занятие сегодня будет достаточно коротким, где-то в районе часа. Взамен я предлагаю, если кому интересно, можно подискутировать в целом, поздавать вопросы про машинное обучение и анализ данных, в принципе, не только в науке, но и можно про промышленное применение поговорить. Я в целом занимаюсь также датой инженерии. Если вдруг интересно, можете поздавать вопросы, но после лекции. Пока можете подумать, какие вопросы поздавать. Я предлагаю отвести на это в конце лекции, в конце, точнее, семинара где-нибудь буквально 15-20. Вот. Собственно, начнем занятие. По данному QR-коду, здесь его хорошо видно, как раз можно будет получить этот же самый ноутбук. Он будет, единственное, чем отличаться, это здесь не будет данного QR-кода, в основном все будет то же самое. Домашнее задание здесь оно встроено прямо в сам Юпитер ноутбук, оно текстом здесь прописано. Там будет три задачки. Одна в середине, две в самом конце. По прошлому заданию почту все получили информацию? Не все. Так, интересно, ладно. А, по крайней мере, прошлое задание у вас, ну, я, по крайней мере, давал точно. Вот это сейчас тоже дам. По идее, можете отправлять его на почту курса. Наверное, в конце занятия, когда уже запись закончится, немножко это поговорим вместе с Ильем и Анатольевичем, если вы будете еще тут вдруг. Вот. Собственно, давайте начнем с вами занятия. Библиотека, которая нам понадобится, это непосредственно Pandas, NumPy, Matloplib для черчения графиков и SciPy. SciPy – это как раз часть стека NumPy, которая отвечает за различный математический анализ, обработка сигналов, статистическая обработка и многое другое. У нас, собственно, здесь к этому ноутбуку идет файлик SpectraData10.csv. Это данные спектроскопии, по сути, у нас каждая точка XO будет представлять собой информацию о том, об интенсивности в той или иной полосе. И здесь также есть, собственно, некоторое количество Y. Это ионы солей, которые в растворе водном, который мы исследовали, и которые нам нужно будет, по идее, предсказывать. Можно, в принципе, вот так, как мы смотрели на прошлом занятии, делать DataDescribe. Я могу прогнать, в принципе, колонку, ячейку. И, в принципе, видим все, что нам нужно. У нас 1677 строчек. И, в принципе, у них у всех какие-то довольно понятные, примерно похожие числа. У концентрации немножко другие. Мы видим среднее и стандартное отклонение от самих значений спектров. Точнее, 1835 здесь. Ну, хорошо. Первый слабец – это просто номер примера, второй по 1825 – интенсивность, последний 10 столбцов – концентрация створенных ионов. Тлан, поскольку оно вам пригодится в выполнении потом домашнего задания. Ну, посмотрим на массив входных-выходных примеров. Соответственно, XY – это соответствующие срезы от первой до минус десятого и от минус десятого до конца. И построим для начала просто среднее и стандартное отклонение. Вот оно у нас, в принципе, такое и получается. Все, в принципе, похоже. Это спектр, если не ошибаюсь, комбинационного рассеяния. И, соответственно, мы видим разные как раз рациональные области. Это область воды, это некоторые пики, которые нас будут потом интересовать. В принципе, все похоже на некоторый усредненный спектр. Все хорошо. Стандартное отклонение тоже как-то варьируется. Здесь оно негде больше интенсивность, но больше все как будто бы логично. Хорошо. Давайте посмотрим теперь… Ну, мы посмотрели очень простенько на иксы. Посмотрим теперь на ингреки. У нас всего здесь связано от 1 до 10 ингреков. Есть равных анионов и катионов. Магний, литий, аммоний, калий, натрий, сульфат, азотный хлор, фтор и гидроугольная кислота. Если, соответственно, таким образом по всему ингреку построить, мы видим, что у нас какое-то очень странное распределение. Здесь явно какие-то хвосты идут в конец. Не очень небольшой кто-то копик здесь. Избавимся сейчас от нулей в конце. Посмотрим поближе. Вот он у нас вот так получается. Видим, что у нас всё равно такое очень размазанное, сгруппированное в нуле распределение. При этом здесь наблюдаются какие-то странные пики. Посмотрим сейчас чуть-чуть дальше. Видим, что почему-то больше половины концентрации нули как раз для ионов Тора, в отличие от остальных. Окей. Тогда нам, соответственно, нужно подумать о том, как сделать фильтрацию выбросов, которые у нас явно есть. Делать это будем, в данном случае, юристически, поскольку других особо инструментов тут прямо сейчас у нас нет. Из гастрограмм видно, что значительное падение количества примеров при концентрации больше двух. Среднее минимальное значение, собственно, да, есть отрицательное. Таких примеров совсем немного, это не сдвиг базовой линии. В принципе, можно вполне эти примеры удалить. То есть, вот, мы видим количество таких примеров, больше всего здесь аммония. Меньше нуля, вот, всего там два примера. Окей, давайте очистим. Так, для фильтрации выбросов выходных значений мы используем представление данных с помощью метода главных компонентов. То есть с обычной PCA из-за scikit-learn. Смотреть будем на 10 главных компонент. Это, в принципе, выбраны юристически. И посмотрим на положение примеров плоскости наиболее значимых главных компонентов. PCA уже была, наверное, на лекции у вас анализ? Нет? Отлично. То есть тогда понятно, что по первым двум компонентам у нас как будто бы должно быть какое-то пятно. Но если, собственно, мы это дело выполним, и сделаем fit-transform x, мы видим довольно странную картину. У нас два явно выраженных кластера, чего вообще быть, ну, в принципе, не может. То есть это причем мы смотрим, скорость 0 и 1 – это вот прям две главные самые компоненты. Что-то очень странное с нашими данными. И это вполне, кстати, реальная ситуация, которая может быть у вас. Какие-нибудь ваши данные. Давайте посмотрим как раз на те данные, которые мы можем просто делить по PCA1 и увидеть, что, собственно, если поставим линию 20 или 15 даже, классы-то разделятся. Можем построить один из них средний. Если возьмем меньше, мы увидим, в принципе, похожую картину на то, как мы видели, просредний этот самый, просредний спектр до этого. Все относительно хорошо. Вот если мы как раз возьмем те же самые скоры больше 20, когда у нас по PCA1, у нас как раз находится большая проблема. Этот спектр совершенно не похож на этот спектр у нас. Возможно, он был денормирован, может быть, там было какое-то кривое произведение, может быть, просто зашумлен, может быть, просто испорчен. Данные эти нам явно не подходят, по крайней мере, в таком виде. Поскольку мы не знаем, как именно они были зашумлены, такую серию придется просто удалять. Соответственно, с одной стороны, казалось бы, PCA нам здесь вообще не помог, потому что он что-то неправильное сделал, но с другой стороны, с помощью PCA мы можем сделать тоже фильтрацию, как до этого мы делали обычной веристикой. Соответственно, делаем, исключаем эту серию, обучим, снова потом обучим модель главных компонентов, найти очищенных данных. И здесь, кстати, будет как раз одно из заданий, это построить предоставление данных в низкоразмерность с помощью метода TSNE и после удаления шумовых примеров. Надо будет найти дополнительный выбор с помощью данного метода. А сейчас посмотрим, соответственно, просто с xclean, yclean, соответственно, мы маскируем наш x с помощью log, где у нас как раз скорость прошлого раза меньше 20. Здесь, соответственно, та же самая маска. И делаем обычно тоже шкалирование, кстати, шкалирование, которое у нас было, скейлер x, где оно у нас тут? Скейлеры, в данном случае, это стандарт скейлер. До вашего задания попробуйте, соответственно, потом с другими поиграться скейлерами. Также, соответственно, отнормируем исходные значения, сделаем соответствующий fit transform снова точно таким же pca, как у нас было до этого, то есть по 10 компонентам, и нарисуем поочередно там первую, вторую компоненты, вторую, третью, третью, четвертую, четвертую и пятую здесь просто немножко съехали, эти самые подписи к осям абсцисс. То есть вот это вот pca2, это относится к этому графику. Видимо, в принципе, вполне уже нормальные, более похожие на какие-то, ну, вот одноклассерное распределение пятна. Хорошо, это уже похоже на как раз нужную нам предобработку. Давайте подумаем дальше. Что нам нужно вообще делать по улучшению качества данных? Мы видим, что у нас здесь разброс главной компоненты, например, вот прям по первой, от нуля аж до двухсот. Это означает, что у нас разброс идет в реальности на несколько порядков. Это что-то немножко странное. Ну, не совсем странное, потому что у нас действительно интенсивности очень сильно меняются, на самом деле, потому что у нас на основе два спектра там склеены, низкочастотные и высокочастотные. Немножко по-разному, которые снимаются при этом. Как здесь поступить? Самое, в принципе, простое – это сделать логарифмирование, просто уменьшить порядок. Давайте попробуем прологарифмировать. Возьмем, что ясный х-клин, х-клин равное нулю. В этих местах мы проставим его одну на 10000, но просто чтобы избежать всяких неприятностей при логарифмировании, очевидно. Дальше делаем преобразование также стендердскейлером и сделаем pcafi-transform. Теперь, соответственно, если мы все это проделаем, мы видим, что у нас масштаб, ну, у нас графики, в принципе, похожие, они больше размазаны, кстати говоря, стали аккуратно. У нас стало меньше выбросов каких-то, немножко меньше, по крайней мере, пятна стали ближе к этим выбросам, и у нас изменился явно масштаб. Здесь он был от 0 до 200, здесь минус 50-100. Теперь он здесь, соответственно, минус 50-100, минус 50-50. Уже несколько получше хотя бы. Давайте посмотрим на вид оскалибленных приметров. И вот в таком виде они нам представляются. Это, в принципе, как раз у нас снова усредненный, не усредненный, а просто этот самый массив. Видим, что у нас здесь, в низкочастотной области, в принципе, все довольно относительно гладко. У нас слабое биение идет. У нас есть вот здесь довольно сильное биение, где начинается как раз валентная полоса воды. И, в принципе, дальше тоже довольно сильный шум. Давайте посмотрим на… Ну, здесь явно нужно уже сглаживание теперь делать, дальнейшая предобработка. У нас есть просто scipy-signal medfield. Можно использовать его. И смотрим. У нас, в принципе… Интересно. У меня, видимо, была другая версия scipy, где-то она там работала нормально. … И видим, что у нас оранжевое – это сглаженное, а синий – это исходный спектр. А здесь появляются проблемы. В целом они совпадают практически, но они явно путаются вот в этих пиках. Вот здесь у нас очень сильно появляется уменьшение размерности, а это не очень хорошо, потому что там явно есть какая-то информация. Смотрим снова на вот эту вот вещь. Мы видим, что у нас где-то здесь биение, в принципе, довольно слабое, а дальше сильное. И, в принципе, мы можем просто сгладить область правее, только собственных колебаний, с помощью как раз этого медианного фильтра. Как раз наше задание здесь – это сгладить данные с помощью частотного фильтра, например, Fourier, и для этих влажных данных нарисовать графики счетов методоглавных компонентов и интернерировать базовую модель нейронной сети и сравнить со схемой предоставленных практиками, которую мы сейчас увидим чуть дальше. До данного, кстати, момента пока все понятно. Есть какие-нибудь вопросы? Пока нет. Хорошо. Дальше, соответственно, берем Xclean. Xclean от тока 260. К нему применяем, соответственно, наш этот вот фильтр. И смотрим снова на распределение. Если сравнить его с тем, которые выше, здесь на глаз довольно сложно определить, но на самом деле они стали чуть-чуть компактнее в целом. И это еще немножко нам добавит качество потом в дальнейшей модели. Давайте посмотрим на вид сменившегося шкалерного примера. И он явно намного лучше выглядит уже. Здесь биение намного-намного меньше. И в целом, по всей видимости, уже с таким хотя бы графиком, хотя бы с таким спектром можно уже работать. Давайте посмотрим еще на парочку. Тысяча первый какой-нибудь, тысяча второй, тысяча третий. И аналогично посмотрим на то, какие они были вот до этого. Тысяча первый, второй, третий. Вот явно, что сильно больше биения было. Хорошо. Пойдем дальше. Собственно, теперь у нас есть, получается, уже отформированный фильтр. Мы можем сделать на нем хорошую актуальную ПЦА, который дает нам явно группированную относительно дисперсии одиночные кластеры. и можем попробовать базовую модель регрессора. Сейчас попробуем сделать несколько вещей. Это обычная нейронная сеть, в данном случае, MLP-регрессор, и метод частичных немецких квадратов, то есть ЦПЛС. Применяем автостоколирование, и поскольку входные данные распределены нормально, используем пункт активации гиперболического тангенса для МЛП-регрессора. У нас достаточно большое количество входов. Соответственно, мы берем, получается, в данном случае 128, и сделаем такую пирамидку из 64-х во втором слое. Кибербайский тангенс. Не забываем указывать, соответственно. Кстати, здесь, кажется, нет этого самого. Мы смотрим, соответственно, и сразу делаем и PLS regression тоже на 20. Чтобы избежать зависимости от статистики внутри выбранного для валидации набора, применим частоты кросс-валидации. Здесь будет 10 фолдов, 20% данных для обучения и валидации моделей. Здесь оно, боюсь, сейчас будет некоторое время считаться. Пока запустим обсчет, но, в принципе, дальше у меня ячейки, они все посчитаны, можно будет на них посмотреть. Будем смотреть, соответственно, у нас в регрессе пока просто высокий коэффициент детерминации с помощью Skyward Metrics R2 и получаем, что среднее по 10 фолдам, по скорам, в данном случае на MLP 0,614 и 0,988 где-то. Для PLS он получил где-то 0,7, 0,7 и 0,8. Соответственно, MLP, в принципе, они оба дают относительно приличный хотя бы результат. больше по крайней мере 0,5. Здесь, соответственно, еще, так, мне кажется, сбилась нумерация про домашнее задание. Да, здесь на самом деле первое, здесь KSO второе. Рассчитать среднюю, абсолютную, относительную ошибку дополнительно к этому и построить уже 2D график в зависимости от плитуды ошибки, от концентрации иона уже. То есть надо будет это сделать отдельно для каждой 10 ионов. Кстати, оно обучилось, я вижу. И можно вполне себе это уже посмотреть. Ну, практически аналогичное значение ошибки немножко поменьше, чем было у меня до этого рассчитано. Окей, давайте проделаем то же самое для другого. А, классизация обучения. Мы попробуем теперь сделать немножко по-другому. Мы разделяем властвуй, мы разделим наши примеры на некоторое количество кластеров и отдельно уже для них, для каждого, соберем отдельно модели. Посмотрим, какая ошибка будет в этом случае. Мы возьмем 4 кластера, сделаем обычный commins уже по нашим данным. делаем predict, соответственно, трейнов, делаем plse, и, соответственно, для каждого фолда pls regression. Здесь у нас будут результаты. И обучим, соответственно, для каждого кластера. Возьмем нужный нам pls и применим его к нам, к нужному кластеру. Здесь вот идет фильтрация по указанному индексу. То же самое, соответственно, потом y train. И применяем точно так же, соответственно, к... Здесь predict pls train append, да. Здесь x val, да, y val. Получили, и коэффициент терминации. В данном случае он даже получился с обычным pls 0,66, 0,86. До этого у нас было 0,67, 0,76. В принципе, получилось в нейтренировочном практически так же, а то есть он немножко побольше. Наблюдаем, среднее значение коэффициента для терминации немножко больше. Даже, на самом деле, как действует объем для нейронной сети. В данном случае, кстати, появилось почти так, как для нейронной сети. Окей. В общем, кстати, здесь немножко завышенные цифры. Для нейронной сети обычно они немножко меньше получались. Так что это все зависит немножко от random seed. Вот. В принципе, здесь, соответственно, второе. Здесь более-менее понятно, как это, соответственно, все сделано. Отлично. И здесь, в принципе, оставшиеся домашнее задание. Это воспроизвести ту же самую последовательность экспериментов, добавив автоматический выбор количества кластеров. Здесь, соответственно, нужно будет пробежаться от 2 до где-нибудь, скажем, 15 кластеров. Больше точно не стоит. В принципе, даже на 10 можно остановиться. Метрику здесь выбрать Scalern Metric Silhouette Score. Хотите, можете выбрать, в принципе, другую, читать документацию насчет метрик для кластеризации. Это довольно, в общем-то, нетривиальная, на самом деле, задача выбрать метрику, по которой выбрать оптимальное количество кластеров. и автоматический выбор количества главных компонентов. Собственно, за то, с одной стороны, можно взять и, ну, так же, от двух компонентов до там где-нибудь 25 давайте. Можно, соответственно, считать метрику, сколько кумулятивно информации у нас описано этим количеством главных компонентов. И, исходя из этого, выбрать оптимальное количество. И плюс можно, соответственно, наложить штраф за усложнение модели, который у нас будет дальнейшим. Третьего важного задания это обучить нейронную сеть на данных как раз с меньшим количеством признаков. То есть количество признаков уменьшено не менее чем в два раза относительно исходного числа. Выбрать, как минимум, хотя бы три метода, кроме, например, усредения средних значений можно. То есть разбить на бины, какие-нибудь там, например, подействия усреднить. Можно придумать какую-нибудь комбинацию из среднего стандартного отклонения минимального максимального значения в полде. Можно взять тоже комбинацию с методом главных компонентов и так далее. Единственное, ну, естественно, важно, чтобы, ну, итоговое значение метрик уже модели машинного обучения, которая нам дает регрессию, было, ну, достаточно приличным. И хотя бы три метода, реализующих уменьшение признаков за счет отбора существенных признаков. Например, можно взять расчет коэффициент корреляции входного признака со значениями концентрации. Выбор признаков с наибольшей амплитудой в процесс нагрузок. То есть, в целом, соответственно, уменьшить еще внутреннюю по-хорошему автокорреляцию между исходными признаками. Собственно, PLS мы же использовали не от хорошей жизни, а потому что у нас очень высокая, естественно, автокорреляция исходных признаков, поскольку у нас спектр. Вот. Можно, соответственно, взять вот атрибуты компонентс обычной модели, скален диктмейдж ПЦА, и какие-нибудь другие. Также предлагаю отвечать на ваши вопросы, если какие-нибудь есть. Если вдруг есть вопросы про какое-нибудь именно промышленное применение и ML, и дата инженерии, или в науке, я с удовольствием отвечу, расскажу по библиотеке про подходы какие-нибудь. По крайней мере, тоже не попадает в данном, в моем случае, под NDA. Вопрос. Как решалась такая задача, если, как бы, не прибегать методом машинного обучения? Наверное, до этого существовали какие-то классические алгоритмы? Если не прибегать методом машинного обучения. Ну, до этого это смотря когда. Потому что методом машинного обучения им все-таки сколько? Где-то 40-50, по большому-то счету. до этого Фурье-анализ я бы сказал, что он уже граничит с началом появления методов машинного обучения. Но, в принципе, да, это какой-нибудь Фурье и дальше какая-нибудь проще относительно регрессии. Либо поиск максимальной корреляции, наверное. то есть сделать отбор признаков именно просто фильтрации его по тому, какой дает нам наибольший вклад в тот или иной котенолеон. То есть из тысячи аспектов нашли хотя бы десять нужных нам, на которых самая большая дисперсия, либо вклад в информацию. и там по ним уже построили какую-нибудь обычную линейную регрессию, либо отармировали, получили тоже какую-нибудь линейную регрессию, чуть-чуть посложнее. Наверное, так это решалось бы тогда. Но в целом мы на самом деле конкретно в данном ноутбуке мы не так далеко от этого по большому счету и уходим. Здесь в целом как в нашей лаборатории, так и вообще многие в машинном обучении мы исходим из подхода, что не стоит преусложнять. Практически всегда можно все запихнуть в какой-нибудь выживуст, получить относительно приличное качество, и всегда можно навесить какую-нибудь здоровую сетку из 5-10 слоев в каждом путь по 100 нейронов, но это будет большим излишеством. Оно тоже, конечно, даст относительно какое-то приличное качество, но существует комбинация просто простых алгоритмов, какими данные преобразуются, какой они вообще природы, оно зачастую даст больше и результат в метриках, и намного меньше вычисления потребуется. Особенно это важно, если потом заносить это куда-нибудь в продакшн, когда уже у вас время ЦПУ стоит денег натуральных, а вам надо поставить это на поток и постоянно применять. Это тоже, соответственно, скажется. применять сетку, которая будет применяться чисто на ГПУ здоровенную, намного дороже, чем ПЦА, которая применяется буквально на одном ядре к такому спектру. причем за пару миллисекунд, Еще какие-нибудь вопросы, может? В чате? Можно посмотреть в трансляции, вдруг есть какие-нибудь действительно вопросы? в трансляции. Пока верну на QR-код с домашним заданием и ноутбуком. Не могли бы Вы еще раз показать QR-код домашним заданием? А, как догадывался. Ну что ж, если вопросов нет, предлагаю это заканчивать на сегодня, потому что особо рассказать, кстати, я вам сегодня больше ничего не могу. спасибо за внимание, спасибо за вопросы. У нас есть вопросы, говорят, что надо править, а почту нет. Так. Что нам делать с этим курсом? Вы именно проверяли почту, с которой регистрировались на курс, да? Да. То есть, вы имели один употребление в почте с декцией, и все. По идее, я сейчас проверю чат наш по этому самому. не просто выбрали, как обещали, первую домашку, и логично делать первую домашку, вторую. По занятию, которое велось Игорь Исаев, да? Да. По нему должно прислаться в ближайшее время. А остальные, кстати, пришли в итоге? Нет, ничего не пришло. Хорошо. Окей. Тогда, 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 тогда. Хорошо. Я сегодня пну, и в течение, я надеюсь, там, пары-тройки дней, обещать я не имею права, потому что это не организатор курса, но я постараюсь Сергея Анатольевича попросить, чтобы оно, соответственно, было отправлено, там, в течение двух-трех дней на почту, из которых вы регистрировались. Да, это что-то нехорошее, но, по крайней мере, остальные, соответственно, ваши задания, по крайней мере, пока, пожалуйста, готовьте, как только, соответственно, придет вам почта, вот на нее можно будет отправить результаты этих работ. Хорошо. Вот. Дедлайн, естественно, я думаю, мы задвигаемся. подвинем тогда. Все. Спасибо большое за внимание. До свидания.